Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Всем известная поговорка, которая в Геликоне сейчас актуальна, как никогда. Чтобы эта сказка в музыкальном театре заиграла всеми красками, и именно к его 32-му дню рождения работа была проделана титаническая. Такое скопление волшебных персонажей будет на сцене, потому что день рождения, праздник волшебный, всех ждут чудес, и мы надеемся, что их будет много, как никогда. Вот даже, судя по декорациям, можно представить, что будет на сцене настоящий сказочный симбиоз. Здесь меч-кладенец, и вот такой красивый русалочий хвост, и даже вот шлем викингов есть. Ну и, конечно же, самый, наверное, неожиданный элемент декорации. Вот этот розовый фламинго, который совсем скоро, с минуты на минуту, будет на сцене. Все такие знакомые произведения, которые хоть где-то, но слышал каждый. Оперы римского Корсакова, сказка о царе Салтане, Золотой петушок, Садко, многогранное звучание музыки, под которую выросло не одно поколение, в том числе, конечно, солисты театра. Вдохновлялся русскими сказками. Слушал непосредственно еще старые оперы, как раз-таки Кощея и советских певцов, и это вдохновляет. Кажется, даже вы голос такой вот загадочный. Ну такой, да, будет еще загадочнее. На сцене прям все будет как надо. Артисты буквально за секунду погружают в атмосферу. Оторвать взгляд от сцены практически невозможно. Эмоции зрителей говорят сами за себя. Он совсем необычный театр. Это театр, где очень интересные постановки. А я, как человек, прошедший свою жизнь в Большом театре, оцениваю это как очень высочайший класс мастерства. Вот всего того, что здесь удивительная обстановка. И задают ее вот эти герои. Здесь Фата Маргана играет с магом в карты. У Лукоморья три девицы спорят, как бы угодить царю. Калейдоскоп красок, музыки и света. Такой больше нигде не увидеть. У нас есть огромное количество друзей, которые приходят к нам каждый год. Потому что в этот день мы делаем какой-то незабываемый, уникальный спектакль, который больше никогда не повторится. И в этом году это будут сказки. Потому что сейчас так хочется сказки. Так хочется в сказке видеть не намек, не ложь, а просто хочется сказки. Потому что мы сейчас все ждем этой сказки. И я думаю, что вот в этом году мы отмечаем именно так, эти 32 года. Чудеса ожидают гостей театра и за пределами зрительного зала. В фойе яркая экспозиция РТ, он же Николай Тыртов. Он же русский гений арт-деко. Многообразное творчество мастера разных лет в одном месте. Кроме того, что мы здесь представляем вот эту дивную шелкографию, мы сделали такой удивительный уголок с автографом самого РТ. С работой, аналогов которой не существует. Потому что это настоящий бронзовый барельеф, наложенный на шелкографию. И даже с элементами выступающими, такими подвесными, вот как эти цепочечки. Эта сказка по-геликоновски повторится. 12 апреля еще есть шанс почувствовать всю эту магию оперы. Анастасия Иванова, Юрий Гончар, Вадим Самсонов. Весть.